на портал экзекет поступил вопрос как побороть обидчивость до знаете страсти они динамичны весьма не было обидчивости она может возникнуть ну и наоборот если мы с обидчивостью боремся она может уйти как бороть сам укорять себя обидчивость понятно что ее корни это наше самолюбие эгоизм гордость отсюда сам укорять сокрушаться духом напоминать что я не нормальный дунточки зрения раз я обидчивый что это грех уходить вот в обиду ой вот как он меня да вот да я ему а он мне в ответ и так далее и так далее вот эти помыслы а сказать так я обиделся я обиделся бог от меня отвернулся мне надо наладить отношения с богом что значит и молиться каясь в обидчивости идти делать добрые дела и особенно добрые дела именно к те в отношении к тех людей на которых я обиделся и которыми обидели это возможно конечно по жизни если уж это невозможно никак то никто нам не может запретить помолиться за этих людей с желанием им всяких благ прежде чем духовных и вот когда мы осознаем что обида это злоба который разрушает нашу душу когда мы испугаемся этого этот стоит бояться может травить разрушить семейную жизнь с женой с мужем с взрослыми детьми с родителями с друзьями с приходом с любимым батюшкой и наоборот с чадами вот если мы это осознаем тогда мы начнем бороться именно с обидой они с людьми которые нам эту обиду нанесли а лучше конечно когда только счет такой начинается кита помысл там что-то показалось там еще что-то счет тут как-то огорчение сразу на корне это приду шиска как обиду как обиду все очень помогает вот эта ситуация вот обиделся а ты пришел к обидчику особенно когда он не знает что не обиделся бы такой что-то обиделся как бы явно это не почувствовал особенно в семье бывает начнешь улыбаться ему вот не обиделся а ты улыбаешься делаешь всякие добрые дела очень услужливо так сказать там жене который тебя обидел или муж или там вот то есть делаешь прямо противоположное тому что у тебя внутри это очень помогает для того чтобы снять обиду вот вроде такое такое чувство даже помолился вроде бы а все помолился пришел сделал вот это улыбнулся на сказать какие-то вещи такие сделал которые как будто ты вот любишь никакой обиды нету лишь обид прошла ой а я правда улыбаюсь уже всяк обиды поэтому дай бог чтобы мы вот так сказать с этими обидами боролись вовремя и страшно когда человек уже вот взлилилили эту обиду развил такую большую обидчивость и тогда у него жизнь превращается в ад это страшно это надо стоит бояться внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео